Друзья, всем доброе-доброе утречко. С вами, как всегда, Алексей Крылов. Мы находимся в Албании, в пригороде города Дурас. И сегодня мы отправляемся в город, который называется Влера. На вот этой малышке, которую взял в аренду за 35 евро в сутки. Форд. Еще расскажу. Фьюжн. Не знаю, какого года. Давайте откроем ее. Открывается она с пульта. О, с первого раза. Отлично. Вот, машинка на дизеле. Так, давайте откроем багажник. Как он тут открыл? А он тоже с кнопки открывается. Так, а как же мне открыть багажник? Не знаю, как он открывается. Скажи, у нас какое море здесь находится, вот где мы живем? Адриатическое. А мы едем на какое море? Ионическое. Ионическое, вот. Ну, а в Лере идет встреча двух морей. Да, соединение морей Адриатического и Анического. Вот так вот. Ну, короче, для меня это все одно большое Средиземное море. Это вот если, грубо говоря, на карте смотрите, ну вот, потому что там куча этих морей. Просто среди. Это в интернете так и пишется, и Ионическое, и Адриатическое, это моря, которые входят в состав Средиземного моря, да. Так что чисто грубо говоря, мы... Да, Средиземное море. Но они отличаются, потому что лучше их разделять. И на Ионическое море лучше ехать в Самиль и Саранду, но от нас это около четырех часов езды на машине, мы туда не поедем. Вы можете смело ехать. Да, я сказал, не сказал. Мы находимся в Албании, вот так. Так что своим ходом едем навстречу приключениям. Поехали. Мы отправляемся. Сегодня я уже чувствую себя увереннее в этой машине. Машинка у нас на механике. Пацанская машина. На автомате машины закончились. Я говорю, давай на механике. И первое, куда я выехал, это в город. Иглох. Короче, чуть ли не на каждом этом. Светофор. Ну, практически. То есть раза три-четыре заглох. Вот так. Потому что на механике надо привыкать. Хоть я четыре года ездил на механике, на автомате ни разу ездил. Каждая машина особенная. Вот так вот. Выезжаем сейчас из нашего отеля. Здесь есть отдельный выезд. Это очень удобно, кстати. Все, мы выехали уже как на автостраду. Дорога идет хорошая, смотрите. То есть, вот с одной стороны ограждения, с другой стороны ограждения. И вот так примерно километров сто нам нужно ехать. Вот такое веселое у нас путешествие. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, мы заехали в Бавлёру, и тут огромный вот этот городской пляж. Единственная проблема, негде припарковаться, так бы я вышел, подснял бы. Но тут реально очень красиво, смотрите, как уже идут горы. Мы сейчас проедемся немножко дальше, там уже будет вот эти вот песчаный каменистый пляж. Песчаный или камень? Песчанокаменистый. Вот, ну я еду, в городе, короче, много полиции. Так вот, ну я вроде бы стараюсь аккуратно ездить, чтобы не позорить ни страну, то есть, ну как, примерный турист. Вот, то есть, чтобы все было хорошо. Ходит много полиции тоже, здесь на пляж ходит. Здесь видно, смотрите, пляж идет песчаный, песочек. Сейчас мы уедем подальше, и там уже будет каменистый. Я могу потом ссылки вот сбросить, вот, например, кто захочет сюда ехать, ссылки на пляж. Где какой пляж находится, смотрите, ссылки под видео будут. Я думаю, вам это будет очень полезно, если вы поедете сюда на машине. Припарковаться реально, сейчас вот едем, едем по узкой дороге, сейчас не могу найти парковку. А вон какой-то заезд есть. Ну, это очень большой город. Доброе, это уже очень большой город. Так, короче, здесь гигантские пробки. Видите, все тянется. Мне сейчас надо тоже, буду ехать в эти пробки. Просто на обратном пути, я так понял, у меня не получится показать этот пляж. Смотрите, здесь уже, там был длинный-длинный городской пляж, просто гигантский. Он был песочный. Здесь уже пошли такие каменистые пляжи, смесь песка и камня. Но мы едем еще дальше. А? Да, и вода становится красивее. Вот так. Это уже они сошлись или нет? Ну, где-то здесь они сходятся. Надо сейчас машину закрыть. Так, где моя тут пикалка? Так, 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 сейчас. Закроем. Так, еще раз. Давай. Родная. О! Нет. Еще раз. Есть. Закрыл. Ура. То есть, мы едем, смотрите, вдоль гор. Здесь вот такая, ну, реально красота. Просто людей очень много. Там реально полностью забиты пляжи. Дорога, в принципе, как бы город хороший, красивый. Растут пальмы, красивые улицы, да? Да. Ну, по цвету воды, только что на том пляже я смотрела и здесь. Наверное, уже это ионическое. Где-то оно вот тут, походу, соединилось. Наверное. Да, потому что это уже более бирюзовая такая вода стала. Да, но там будет сейчас бирюзовий и бирюзовий. Да, и тут начинается уже город. Да. Здесь уже... Горька. А сама Афлёра находится на равнине. Ну, смотрите, получается, вот в комментариях кто-то пишет, что, ну, какие-то негативные отзывы про Албанию. Но мы едем, дорога просто отличная. Как она? Двухполосная. По две полосы, то есть в одну сторону. Две полосы в одну сторону, две полосы назад было. То есть, все так огорожено. То есть, по безопасности мне тоже показалось отлично все было. И красиво все, да? Единственное, местами где-то там... Едешь в городе, да. Хочется там какие-то мусорники, чтобы они стояли какие-то евро супер там вкопанные землю. То есть, ну, мне кажется, со временем тут все поменяется. Потому что, как бы, ну, как говорят в интернете, там страна, говорят, развивается, развивается и приближается уже там к европейским курортам. Вот так. Но мне показалось тут все отлично. Да, местами тут вообще мусор лежит на улицах, но не везде. Не везде, да. То есть, нельзя сказать, что страна какая-то там грязная. Вот местами где-то чуть есть, а так в основном все, ну, мне очень нравится. Вот я еду прям вообще класс. Вот так вот. И цены доступные на все. Обычно, когда едешь в туннели, говорят, надо загадывать желание. Но тут вот есть как раз много времени, чтобы загадать желание. Тут пробка в туннеле образовалась. Вот так вот. Короче, тут побережье все тупо одна пробка. Вот так скажем. Мы еще до нашего места пока не доехали. Сейчас осталось чуть-чуть. Фух, друзья, ну что, добрались мы до нашего места. Короче, я нашел, ну, тоже почитал в интернете красивые пляжи. Как этот город называется? Лера. А, Леры, да. Пляж Нимфа. Вот. Это кто-то написал. Вот первое попавшееся, что прочитал, написали красивая картинка, красивая. Сюда приехали. Реально красиво. Попадал. Вот. Сейчас мы там туда спустимся. Скажу, что по ценам, что как. Ну, реально очень красиво. Особенно вот тут камни, вот эта бирюзовая водичка. Единственное, тут такие жесткие пробки. И самое жесть. У меня, я уже в каждом видео говорю, коробка механика. Я четыре года ездил на механике, на автомате никогда не ездил. И к каждой машине на механике надо привыкать. Первый раз я сразу выехал в город на светофорах. Иногда глох. И тут они такие, чуть, короче, тупишь, сразу сигналят вообще. И здесь пробка в горку. Это самая жесть. То есть на механике в горку. И там надо микро-микро-микро-микро-микро-микро-микро. И тоже пару раз заглох. Сразу все сигналят, короче, вообще. То есть, ну, у нас водители не такие. У нас, мне кажется, добрые. Не матерятся, не сигналят, когда кто-то тупит. То есть, ну, совсем все по-другому, мне кажется. Смотрите, какая красота. Вообще класс, да? Да. Вот. Поэтому, если берете на механике, имейте в виду. Короче, я бы брал вот на автомате. Это было бы самое простое вот путешествие. А? Да, нормально, пусть там стоит. Поставил на обрыве машину. Если обвалится, она не моя, не жалко. Вот. Говорили с парковками, тут какие-то проблемы вроде нет. Я вот бросил ее. Как это? Албанская парковка. Где увидел, там и остановился. Здесь, получается, какой-то отель Нимфа. И они, я так понял, сказали, пляжи вообще бесплатные. Везде в Албании. Единственное, надо платить за лежаки. Вот. Это по желанию. Можно расстелить полотенце и купаться бесплатно. Здесь, конечно, парковка забитая уже идет. Видите, тут все в гору понатыкивались. Я бы, короче, вот так вот парковаться бы тут не рискнул бы. Вот. Ну, потому что я не привык к машине. Так. Вот он пляж. Нимфа-бич. Ну, да. Здесь есть и кафе сразу. Вон какой-то парень стоит. Наверное, деньги собирает. Сейчас спросим, что почем. Что есть, что стоит. Короче, приехали на пляж. И нас не пускают. Говорят, пляж полный. Хотя я вижу свободные лежаки. Я не понимаю, в чем прикол. А я говорю, можно на полотенце. Его не понимают. Короче, тут целый этот. Вот. Ну, пляж красивый. Я говорю, давайте я заплачу. А он говорит, нет, полный. Хотя люди заходят, ложатся на лежаки. Они говорят, они были здесь резервированы. Вот такая вот склада. Ну, что сказать. Короче, пляж переполнен. Я прошелся, там, думал. Говорю, можно полотенце расстелить. Говорят, нет, нельзя. Лежаков вон вставлено. Все заняты. Короче, забито полностью все. Это. Я, короче, в шоке. Очень много людей здесь. И, наверное, большинство это, наверное, местные. Вот. Прям все-все занято. Будем ехать, искать другой пляж. Конечно, хотелось бы здесь побыть. Но, наверное, сюда надо приезжать так рано-рано утром. Вот сюда-то много теней. Да, много теней. Или подождем еще минут 10. Или думаешь, не надо. Потому что не надо. Надо лезать. Я ему просто говорю, можно, говорю, вот там вот. Видите, свободно все. Нет, говорят, на полотенце нельзя. Только за деньги и на лежаках. Он сюда не пустил, и говорит, это территория отель. А, да. Хотя не думаешь, что это отельный. Короче, вот такие дела тут. Да. Мы просто так долго ехали, короче. Так обидно. Ладно, будем ехать дальше. Вот. Так. Это что такое? Здравствуйте. Полиция. Так, что здесь случилось? А, и ему тоже. 7 тысяч. Так, если что, это 7 баксов, походу. Как 7 тысяч или 700? 7 тысяч пишет. 7 тысяч, это 72. Да? 70 баксов? Ну так 7 тысяч. За парковку? Е-мое. Вот это что? Так, друзья. 70 баксов заработал штрафа. Я не знаю, как они будут читаться, эти штрафы. Я эту... Короче, буду машину сдавать, скажет. Заплачу, не скажет. Не знаю. Короче, мы припарковались на... Самая дорогая парковка. Самая дорогая парковка моей жизни, да. То есть, дороже еще не парковался за... За 20 минут. Вот так вот. А сейчас на тот пляж выпустили. Да, вообще и обидно. И пляж, да. И причем две... Только две машины. Остальные без этих наклеечек были. Получается, вот. Здесь тоже есть какой-то пляж. Здесь, сказали, бесплатная парковка для тех, кто идет в ресторан. Мы собираемся идти и на пляж, и в ресторан. Вот. Поэтому, если на пляж платное, если ресторан бесплатное. Но нам сказали, можно бесплатно. Вот так. Так что мы сейчас пойдем покупаемся. А потом уже пойдем в ресторан. И здесь он как раз с красивым видом идет. Вот так вот. Видите? Так что имейте в виду. Вот. Не допускайте тех ошибок, которые я допустил. Вот с этими. Ну, я вам скажу. Вот. Ехали отлично. Все супер. И вот на побережье жесткие пробки. У меня механика. В горку глохну. Эти сигналят. Я просто... Все. Мне надо, короче, искупаться в море. Отдохнуть. И... И все. Пляжи все полные. Так. Сейчас узнаем, что здесь почем. Смотрю. Говорили, вот на полотенцах бесплатно можно поваляться. На самом деле, видите, не пускают с полотенцами. Так. Вот он пляж. Наверное, мы где-то здесь и остановимся. Ну, хотя бы, смотрю. Кто-то на полотенце одном лежит. Море. Фух. Мы так долго сюда ехали. Правда, тот пляжик покрасивее. Но все равно здесь тоже так. Камешки. То есть... И при этом... Я вот расстелил полотенце. И вроде, походу, бесплатный пляж. Я не знаю. Может, потом кто-то придет еще. Счет за это все выставит. Ну, вроде сказали, бесплатно, вроде. Это от ресторана. Мы просто сказали, зайдем еще в ресторан. И за парковку не платили, потому что мы уже 70 баксов государству должны. Вот так. И за пляж не платили. То есть, наверное, в штраф уже все входит. Может, мы им покажем этот чек. Может, нас еще накормят бесплатно. Ну, реально очень красиво. Смотрите, да, как... Как оно еще раз называется? Именно этот пляж или район? Ну, в море. А ионическое? А мы в каком купались? А дыриотическом. А дыриотическом, да. Я так понимаю, чем дальше... Чем красивее. В Греции, тем красивее и красивее. Да. По крайней мере, на картинках. Водичка здесь немножко мутноватая, конечно. Но отличная. Все-таки, знаете, иногда проще... Ну, мне вот как-то больше нравится на скутерах путешествовать. Потому что на машине столько с ней проблем. Я вот еду на этом дизеле. Он перегревается. Постоянно пикает вот эта красная кнопочка. Там вот это 120 градусов. Вот эта стрелка на максимуме. То есть, в горку уже там чуть погазовал. Все. Думаю, еще, не дай бог, где-то встанем здесь. Это будет вообще трын детский. Поэтому приключения на машине это еще то. Вот. Больше нравятся мопеды, потому что их... Ну, здесь, я что-то смотрю, их вообще нет. То есть, их можно поставить где угодно. То есть, через какие-то дебри их провести. Вот так вот. Машину, конечно, не поставишь. Вот. Поэтому я вот, когда был в Таиланде, в Индии, я уже говорил про это, что мне очень нравилось на скутерах. Берешь в аренду, ездишь по разным местам. При этом мы ездили, я вам скажу, в день. Километров 70 в одну сторону ехали. Там какая-то замечательная. 70 назад ехали вдвоем с Дианой. В Гуа. На какой-то водопад, я забыл. Так он. Сигар называется. Поэтому на мопедах очень круто. Панорамы здесь красивые. Видно вот горы в воде. То есть, очень классно все. Так вот. Получается, этот пляж Мимфа буквально там за горой. То есть, не пить в гору. Да, рядышком, рядышком, да. Но там красивее. Да. Ну, там оборудовано. Там даже на скале сделана такая, этот мостик, чтобы прыгать можно. Ну, там лежаки один на одном стоят. Там вообще хаос на пляже творится. Я присел на песочек. Диана присела на лежак. Вот. Рядышком, смотрю, тут змея дохлая валяется. Вон, видите. Это желтопузик какой-то называется. Ну, они вроде не опасные, когда живые. Но этот уже вроде не живой. Ну, что мы накупались. Сели в ресторане. Смотрите, какой здесь красивый вид. Сейчас покажу еще, что мы закажем. Вот, какая здесь классная панорама. Получается, мы были на пляже внизу. И вот, какие здесь панорамы классные. Вот, как место называется. Комплекс туристик, что-то такое пишет. Миши, поджекур, аксионистия. Что-то такое вот, аксионистия. Ну, что, нам принесли греческий салат. Мы заказали большой. Видите, тарелку. И стоит она 300 этих леков. Короче, 3 бакса. Вот такая большая тарелка. Ну, в принципе, нам даже на троих тут отлично. Вот, потом принесли хлеб. Вот. Смотри, он с маслом. С маслом поджаренный. Поджаренный, классно, да. Принесли еще си-си-фуд суп. Короче, суп с морепродуктами. Тоже стоит 3,5 доллара. Вот как он выглядит с лимончиком, как полагается. Так, а что мы еще заказали? Ризотто. И все? В принципе, отлично. Нам, ну, как бы, порции большие. Так, принесли ризотто, смотрите, с морепродуктами. Вот такая порция стоит 750, это 7,5 долларов. Смотри, Даш, тут, короче, ракушки есть, которые есть можно. Смотри, мидии. Класс. Есть, какое есть? На, и надо ее раскрыть. И она с рисом там, и раскрывай, и ешь. Я тебе помогу сейчас. Очень классно. Ну что, мы поели. Смотрите, получается, вышло, ну, короче, 19 баксов вот это все стоило. Объелись очень хорошо. Лимон, оранж, сода. Доллар 50. Суп 3, ну, вот я говорил, 3,5 доллара. Короче, ну, очень круто. Ну что, будем выезжать, очень вкусно поели. 1900, я уже сказал, лек, в общем, копейки. Я за штрафы плачу по 7 тысяч, а тут 1900. Рассмешили меня. Так, за парковку плачу. А? Зато парковка бесплатная, и пляж бесплатный был. Вообще отлично. Все, будем уезжать. Кстати, наполнилась парковка. Сейчас надо еще аккуратно въехать. Точнее, выехать, а не въехать. Смотрю на Мерси, думаю, главное в него не въехать. Сейчас будет нормально. Этот, знаменитый, там был этот Шердон, Донтик 700. Багажник, короче, так и не научился открывать. Там кнопка, нажимаю на нее, ничего не открывается. И заведенная машина, и не заведенная. Вот так вот. Короче, все сумки внутри. Как он открывается, загадка. Мы сделали остановочку в Лёре. Сейчас покажу вот этот пляж, который мы проезжали, когда ехали в эту сторону. Пляж здесь тоже очень красивый. Короче, места здесь реально очень классные. Вот так, сейчас быстро перебегу дорогу. Ну, здесь, конечно, вот море отличается. Сразу видно. Тут даже какая-то трава зеленая плавает. Вот. Но это прибило в это место. Там почище, понятно все. Здесь видно песок. Такое же море, как у нас. Короче, если говоря грубо, вот эти два моря, я вечно забываю название этих морей. Море, вот где мы живем, там Адриатическое. Вот оно здесь видно. Здесь песок. Оно такого, скажем, зеленоватого цвета. А ионическое. Там уже идут, скажем так, камушки. Оно такое розовое, красивое. В нем приятно купаться. То есть... А? Ты розовое? Бирюзовое. Я уже не... На меня, короче, уже сказывается вот это. Я ехал в пробках туда. Этот штраф. Уже солнце. Все. Перегрелся. Так, смотри. Как и моя машина. Получается, где она уже начиналась? Оно где-то здесь начиналось, да? Где гора вот там. Да. Вот, короче, где подъем в гору, там уже красиво. Значит, вот где пробки, там оно и начинается. Где красота, туда все едут. Здесь у заправок интересное название. Называется Кастрати. Вот. Такая сеть заправок. Вывески нигде нету. Там вот написано на все. У мужчины футболка Кастрати. На будке было написано Кастрати. Ну и вообще мы едем. Вот этих Кастрати очень много. Так, зайдем сейчас в супермаркет. Купим какой-то водички и поедем уже домой. Ну что, водичку купили. Мороженое купили. Игрушку купили. Можем теперь спокойно ехать домой. Даша, наверное, будет спать. Нам где-то ехать часа полтора, час двадцать. Вот так вот. Поэтому это был... Куда мы вообще ездили? Как этот город называется? В Лера. В Лера. Вот. Так что это было путешествие во В Леру своим ходом. На этой прекрасной ноте будем заканчивать видео. Желаю счастья, здоровья всего самого хорошего. И самое главное путешествий. Пусть ваше настроение не портится. Это из-за того, сколько бы штрафа вам не выписали. Вот так вот. Главное, вы же ничего плохого никому не сделали. Это самое главное. Вот такие дела. Поэтому всем пока. Путешествуйте. А нас еще ждут новые приключения на вот этой вот машине. Так. Так что будут видео, еще будем ездить в интересные места. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok